Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики нашего канала! Сегодня решила приготовить пончики. Что нам для этого понадобится? Нам нужно 3 столовые ложки сахара, я заранее подготовила, 6 грамм дрожжей, это столовая ложечка дрожжи и чайная ложка соли. Дальше 300 миллилитров теплого молока, 50 миллилитров кипяченой теплой воды, 2 яйца, 650 грамм муки и где-то грамм 50 сливочного масла. Ну что, начинаем готовить наши пончики. Для начала мы заливаем нашу чашечку молоком, затем мы туда же заливаем воду и туда же засыпаем сахар, дрожжи, соль вместе. Затем мы туда же в нашу чашку отправляем 2 яйца и будем сейчас замешивать. Берем венчиком для начала. Теперь мы добавляем постепенно муку и замешиваем. Ложечку добавили, замешиваем и доводим до однородной овости. Нужно постепенно, чтобы комочки не образовались, чтобы тесто было воздушное. сахар венчик мы убрали потому что уже тесто сгустелось и лопаткой замешиваем его переворачиваем снизу вверх чтобы оно не потеряло воздушность замешали мы тесто лопаточкой сейчас мы остальное будем делать рукой прежде чем мы его будем делать чуть-чуть упругим мы добавляем туда кусочек масла ну примерно грамм 50 берем сливочное масло прямо посередине кладем и замешиваем рукой тесто затем мы выкладываем наше тесто на сухое заранее подготовленное место замесили мы тесто сейчас мы его отправляем заранее смазанным маслом в чашечку и накрываем его клееночкой, пищевой пленочкой как вам удобно, кулечком и сверху накрываем полотенчиком чистым и оставляем с вами до того на минут 40 пока оно не поднимется наше тесто мы сейчас проверим оно уже подошло снимаем, видите какое оно красивое нежное наше тесто стало выкладываем его на стол присыпаем мукой и выкладываем на стол видите, оно не прилипает воздушненькое прям и будем сейчас его чуть-чуть очень воздушное, нежное тесто получилось тесто не должно прилипать к рукам обратите внимание вообще не прилипает к рукам сейчас мы с вами возьмем вот так вот присыпаем мукой и разделим на две части наше тесто берем и делим его вот так на две части пополам вот разделили на две части одну часть вот так убираем берем с вами муку и чуть-чуть удлиняем наше тесто и должны будем разделить их на 10 частей посмотрим, 10 или 8 не минуту значит нашей тесто вот так я вот так вот бегом Теперь мы с вами придаем нужную форму тесту. Берем. Выкладываем его. Сформировали мы с вами тесто. Теперь оно полежит минут 15. И мы его также накрываем целлофановым кулечком и сверху полотенчиком. Ну что, наше тесто готово. Будем формировать с вами пончики. Берем чуть-чуть муку. Посыпаем нашу поверхность. Они у нас не все лисит. И формируем наши пончики. Все лисит. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...